Добрый день. В данный момент мы находимся в микрофонной рубке. На этот раз из шкафа достал электрогитару. Надеюсь в ближайшее время она мне пригодится. Включил я видеодневник. Дневник это не обозначает каждый день, это обозначает когда есть настроение в меня. Тогда и видеодневник. Ну и соскучился по своей любительской видеокамере. Основная причина то, что елочку в этом году я еще не запечатлял. Сегодня последний шанс ее запечатлеть. Потому как сегодня последний день святок это крещение. К вечеру уже убирать, разбирать и в печку. Под елочкой стоит уже не так много. Будские яблоки. Тетя Люба, сестра моя мама говорила, для желудка полезно яблочко в день. Ну, я пробую, начал пробовать по яблочку в день. Два ящика еще в подвале не тех будских яблок. Уже, конечно, наверное, был прощальный урожай, скажем так. Будскую наливочку делал. Это было яблочное вино. Ну, немного осталось белого налива в плане яблони. Оно идет на отопление в основном. Большая часть. Так, ну, эту елочку мне подарили родители. Настоящие шишки. В общем, елка и сосна одновременно. Мама всегда любительница вставлять еще абрикоску, которая и цветет, и пускает листья под конец уже. Тоже мама подарила бабочек. Мне очень любила бабочек. Сколько в сумах у нее бабочек. Вот таких. И стала бабочкой. Мы с папой остались гусеницами. Она уже бабочка. На гостях. А она уже дома. Вот это она конфеты приготовила. Как украшение. Очень любила конфеты. Я одну уже скушал, потому как коты помогли разбирать уже. Разборка елки уже началась. Новогодние. Вот как они любят поиграться с шариками. И испортили фольгу на одну из таких конфет. Пришлось съесть вкусный молочный шоколад. Это яйцо. Такое молочное. И очень вкусная начинка. Под молочным шоколадом. Мерой Крисмас. Настоящие шишки. Ну под елкой уже не так много. Вернемся к Танай. Вот здесь стоял пакет. Новогодний полный конфет. Это мне на день рождения было. Приготовлено на 10 января. Ну конфеты уже все пошли в ход. Так. Ну дальше. Дальше. В какую сторону пойти. Ну пойдем сюда. Мы были в прихожей. Теперь мы скажем так на кухне. Кухня самая большая. Свеча. Хоть видно что она горит. Как видно. Может не видно. Вчера вечером. Рождественский сочельник зажигал. И сегодня зажег. Мамина свечка с кладбища уже закончилась. Я вот эту поставил. Так. Эту свечку я бесплатно взял в костюре в свое время. Там можно взять. Так. Это кутя. Ну тут. Мак. Мед. Изюм. Я так понял. Это пшенная каша. Тетя Рая. Папина сестра приготовила. Ну рождественская кутя. Еще с Рождества было. Ну так. Недоеденная была. В морозилке сохранилась до крещения. И на крещении сочельники, на крещенские сочельники и на рождественские одинаковую кучу едят. Ну я сегодня добавил масло туда. Потому как, поскольку, как говорится, кашу маслом не испортишь. Ну а вчера поджарил на вот этой сковородке. На вот этом жирке. Жирок от рождественского гуся. Ну и надо быстрее использовать. Тут и с ароматом яблок и со всеми делами. Холодильник не пустой. Грибочки там. Белые. Суп. Все, скажем так, перечислять не будем. Пустой. Пустой. Значит. На первой. Скоро будет первой. Макароны с маминой тушенкой. Ну конечно. Конечно мне больше нравится с картошкой. Ну как если собственные продукты, собственные гусь или гусени, то лучше же и с собственной картошкой. Горит, скажем так, в режиме эконом. Мокрая яблонька на углях. Сегодня что? Сегодня особо работы и нет. Дровишек принести, особенно сухих, важно заранее заготовленных. Один из последних маминых подарков в этом году. Диско-лампа. Тут уже в этой китайской диско-лампе уже больше часов работы. Уже на больше часов работы она рассчитана. Ну это, скажем так, шмурдяк. Крепленное, закрепленное молодое вино. Импровизационный портвейн домашний. Ну хотя, назвать можно как угодно. Рядом с иконами еще одна елочка. Тоже Merry Christmas. Тоже разбирать. Времечко придется, да. Тихо, сейчас, сейчас. Ну, подойдет времечко. Направляемся дальше. Через прихожую. Здесь мы все видели. Дальше. Разник. Свет, наверное, включить надо. Да, свет, свет включу сейчас. Вот еще кое-чем хотел рассказать. Ну, в подвал уже не пойду. Объясню, почему. Потому как, ну, какой-нибудь выдержанно именно доставать. Я все равно уже не пойму после этого шмурдяка. Ну, а игристое, которое стреляет, тоже нет смысла доставать. Потому как дичь не удалась. Я хотел вчера до обеда зарезать гусыню. Уже все приготовил. Перья. Весы. Все уже приготовлено. Ну, так и не дошел до зарезания. Два пакетика для потрошков. Ну, замариновать у меня всегда есть чем. Да, единственное, перца не взял. Сюда надо еще перец положить. А соль там на летней кухне присутствует. Ну, завернем санузел. Где вот такой дневник, есть дневник. Ну, остается мне принести дров, покормить своих питомцев. Питомцы это, питомцы это, пять котов и собака. А гусей, только заглянуть туда, в их маленький домик. Посмотреть, как там у них дела. Вот и все. Готов запустить, они забегут быстро, мгновенно. Вынести мусор. Поймать собаку на улице. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин. Морозы, солнце, день чудеса. Бульдозер уже дорогу почистил от снега. Сегодня снегопада нет, но вчера очень хороший большой был. Так что завтречком меня ждет работа бульдозера. Я буду бульдозером прочищать свою дорогу. Сегодня, скажем так, минус пять. Это самая идеальная температура для наших краев. Северо-восточной Украины. Ну, вот так. У тебя сладкий стол. Ну, с медиком она. Все-таки, ну да ем, да ем. Никуда не денусь. Как никак она. Не обязательно она. По сочейникам. Как говорится, остатки сами сладкие. На сегодня, на сегодня пока. Пока так. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok